Лето уже подходит к концу, а значит и учебный процесс совсем близко. В это время на всех прилавках магазинов и торговых палатках большой спрос. Родители полный уходом готовят своих детей в школу. Для многих это ощутимый удар по семейному бюджету. Вот и Гульмира у Миралиева, чтобы одеть своих внуков, приехала с Иссыкатинского района на один из столичных рынков. В связи с тем, что приближается учебный год, привела своих внуков на рынок. Купила комплект формы в районе 2000 сомов. Спортивный костюм, тетради, ручки. В общем, все необходимые принадлежности. В среднем потратила 5000 сомов. Цены сравнительно с прошлым годом не изменились. В последнее время родители все чаще выбирают одежду отечественного производства. По словам продавцов, ежегодно в Кыргызстане проходит ярмарка, где в одном месте можно приобрести все необходимое и сэкономить деньги. Это проще как для клиентов, так и для поставщиков, говорят организаторы. В этом году очень такая ответственная ярмарка. У нас стало гораздо больше количества участников ярмарки. В связи с этим ассортимент улучшился. Конечно же, таким образом и конкуренция увеличилась на ярмарке. От этого выиграют наши клиенты, те, кто сюда приходят, подготовить своих детей к школе, потому что цены, конечно, конкурентные. Я думаю, они сейчас самые низкие у нас по стране. Единая форма в Кыргызстане установлена с 2015 года. А требования все те же – безопасность детской одежды. Школа и родители фасонный цвет формы выбирают сами. Сегодня они представлены в различной цветовой гамме. Производитель не перестает обновлять модельный ряд продукции. Единая форма для девочек начальных классов – 1200 сомов. И старших классов – 1600 сомов. Ну а мальчиков подороже. Она начинается от 1500 до 1800 сомов. Среднеценовая категория обуви – 1200 сомов. Что касается концтоваров, одна от 12-листовая тетрадь стоит от 2 до 3 сомов. Ручки – от 5 до 20. Пенал с одним отделением – от 30 сомов. Самый дешевый дневник стоит 50 сомов. Сценарий ухзака варьируется от 200 до 800 сомов. Стоит напомнить, что это только минимальная сумма и далеко не все принадлежности. Цены меняются в зависимости от фирмы и качества. Ну сейчас идет полным ходом подготовка к школе. На одного ребенка очень, конечно, много, особенно на девочек много уходит. И мы пока что закупились только канцелярские товары. Но еще очень многое надо купить. Спортивный костюм купили, кроссовки, туфли. Рубашку ищем вот хорошую, чтобы им на 1 сентября одеть. А остальное у нас с прошлого года осталось. Чтобы одеть одному ребенку, какая сумма? Ну в среднем минимум 10 тысяч надо. Как сообщили в Министерстве образования, в этом году в первый класс пойдет более 156 тысяч детей. Общее количество школьников с 1 по 11 класса в текущем году составил 1 миллион 268 тысяч учащихся. А количество образовательных организаций по республике выросло до 265.